МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! В нашей программе только актуальная информация, которую мы рассказываем просто и понятно. Сегодня это. Почему дикие животные приходят в город? Что делать при встрече с ними? И чем звери могут быть опасны для человека? Я Анастасия Петрук. Давайте начнем. Начнем с вопросов, которые волнуют вас, наших зрителей, и на которые мы отвечаем максимально подробно. У каждого петербуржца есть возможность подойти к корреспонденту программы «Объясняем СПВ» прямо на улице и спросить все, что интересует. Здесь и сейчас. Здравствуйте. Меня зовут Данила. Я хотел бы узнать, как помочь домашним животным в жару? В жару животные, как и люди, могут перегреться или получить солнечный ожог. Причем в зоне риска и собаки, регулярно гуляющие на улице, и кошки, которые сидят в душной квартире. Сейчас расскажем, как помочь питомцам перенести летний зной. Прежде всего, важно следить, чтобы в миске всегда была свежая вода. Менять ее нужно как минимум два раза в день, утром и вечером. Удобное решение – автоматическая поилка. Также животным необходим свежий воздух, поэтому его приток для своего любимчика очень важно обеспечить. Но не забудьте, что на окнах должны быть сетки антикошки, чтобы животное не выпало. Еще можно установить вентилятор или кондиционер. Кроме прохлады, важно обеспечить правильное питание. В жару кошки и собаки могут терять аппетит, и это нормально. Не пытайтесь накормить животное, если оно отказывается есть. Попробуйте увеличить частоту кормления и уменьшить количество порций. Выгуливать в зной тоже нужно в особом режиме. Лучше всего это делать рано утром или поздно вечером. Берите с собой на прогулку воду и поите питомца. Стрижка в жару кажется на первый взгляд хорошим решением. Но на самом деле все не так просто. Собакам стрижка не помогает, даже может навредить, так как незащищенная шерстью кожа питомцев быстро обгорает. Кошку можно стричь только после приема ветеринара, но только один раз в год. Теперь давайте обсудим симптомы теплового удара у животного. Это заторможенность, тяжелое частое дыхание, обильное питье, красные глаза, слюноотделение, шаркащая походка. Если все это вы обнаружили, то нужно переместить питомца в прохладное помещение. Сбить ему температуру, например, обернув прохладным полотенцем. Но главное не переохладить. Поставьте рядом с животным миску свежей воды. Обычный тепловой удар длится недолго, но если питомец не может прийти в себя больше часа, обязательно отвезите его к ветеринару. Надеюсь, наши советы оказались полезны. Желаем здоровья и процветания вам и вашим четвероногим друзьям. Ну а теперь поговорим о новостях, которые за эти сутки стали самыми важными для нашего города и не только. Повышение качества жизни петербуржцев старшего поколения выходит на новый уровень. Укрепление здоровья пожилых людей – одно из главных направлений нового приоритетного проекта «Серебряный возраст». Ранее его президенту Владимиру Путину представил губернатор северной столицы Александр Беглов. Среди основных мер, предусмотренных программой – своевременная коррекция здоровья, сохранение работоспособности, а также поддержание хорошего эмоционального фона. Для лучшего достижения целей проекта «Серебряный возраст» гериатрические центры Санкт-Петербурга будут оснащены самым современным оборудованием. Также предусмотрен ряд мероприятий. Это, например, выездные дни здоровья, в ходе которых врачи проводят первичное обследование. Кроме того, в поликлиниках запланированы специальные лекции, а в торговых комплексах откроют центры ранней диагностики. Также в нашем городе начала действовать новая мера поддержки молодых родителей. Каждая семья, в которой с 1 августа этого года родился ребенок, получит подарочный набор. В нем собраны самые необходимые для малыша предметы. Об этом сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина. Среди прочего, по ее словам, в подарок входят современные гаджеты, которые облегчают уход за ребенком. Получить такой набор можно вместе со свидетельством о рождении в ЗАГТе, МФЦ или роддоме. В данный момент при рождении сына или дочки родителям правительство города также начисляет выплату, которую можно потратить в детских магазинах. На первого ребенка сумма составляет 41 тысячу рублей, на второго – 54 тысячи, а на третьего – 68 тысяч. В Роскачестве предупредили об опасности арбузов, которые продаются возле дорог. Они могут накапливать выхлопные газы и другие вредные вещества, содержащие свинец, кадмий и другие тяжелые металлы. По словам экспертов, эти токсины проникают в мякоть арбуза и при употреблении негативно влияют на здоровье человека. Кроме того, любимая в семье ягода, которую реализуют в антисанитарных условиях, может оказаться источником патогенных микроорганизмов, таких как кишечная палочка. Также в непроверенных местах попросту нет надлежащего контроля за качеством продукции. Арбузы могут быть перенасыщены нитратами, а это тоже опасно для здоровья. В Роскачестве рекомендуют приобретать арбузы исключительно на официальных рынках или в магазинах. Продолжаем наш эфир и сегодня поговорим о том, почему такой красивый мегаполис, как Санкт-Петербург, стал интересовать и наших ближайших соседей из леса. Жители северной столицы все чаще стали встречать в черте города диких животных – лисиц, зайцев, кабанов. На появление неожиданного гостя люди реагируют по-разному. Кто-то пробует приблизиться к зверю, покормить его, кто-то хватается за телефон, чтобы снять забавный момент. Почему животные покидают привычную среду обитания и как же правильно себя вести при встрече с ними? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим гостем Павлом Глазковым, биологом-телеведущим. Павел, здравствуйте, я рада приветствовать вас в нашей студии. Заимно, Анастасия, спасибо, что пригласили в эту студию. Ну, я немножко с исторического экскурса начну. Изначально, когда основатель Петербурга нашел место под наш город, под северную столицу, он его основал на месте массового пролета птиц. То есть вдоль как раз береговой линии идет массовый и осенний, и весенний пролет птиц. Поэтому мы в нашем городе видим сотни видов пернатых. Ну и млекопитающих или зверей в том числе. Почему они заходят? Надо изначально сказать, что часть животных у нас, как говорится, на ПМЖ постоянно обитают в Петербурге. Более того, я вам хочу сказать... Но это скорее птицы. И звери тоже, Настя, и звери. У нас же есть своя красная книга Петербурга. У нас, например, живут не только ежи-белки, но и редко, правда, встречаются рыси, косули. В черте города? Енотовидные собаки, лисицы, кабаны, лоси. Интересно то, что у нас есть же профильный комитет, комитет по природопользованию Санкт-Петербурга. И сотрудники каждый год вот прям по головам пересчитывают животных в административных границах города. У нас, например, каждый год обитает на постоянной основе около трех десятков лосей и около трех десятков кабанов. Это наши петербургские кабаны и лоси. С пропиской буквально. В прямом этом, зафиксировано на правительственном уровне, а часть заходит с области. Как правило, это бывает осенью, как животные ищут новую кормовую базу и заходят в город. Но у нас же город огромный, плюс у нас теперь уже 17 особо охраняемых природных территорий. То есть, по сути дела, небольшие заповедники в черте города. И понятно, что вот, например, на северное побережье Невска-Губы в прошлом году стадо зашло кабанов, и всю зиму успешно там жили. То есть, хорошая кормовая база, никто их не беспокоит. Кабаны находились всю зиму под охраной государства, под охраной правительства Петербурга, так скажем. И отлично время провели. И, в общем-то, все выжили. И потом вот были кадры как раз, может быть, видели месяц назад. Они к лахта-центру выходили утром погулять. И потом вдоль береговой линии опять в заказник вернулись. Ну, вообще, тема очень хорошая. Спасибо, что пригласили еще раз на этот эфир. Надо понимать, вот, почему мы сталкиваемся с животными в черте города. Павел, я вас на секунду прерву, чтобы хотя бы нашим зрителям показать ваши чудесные кадры, которые вы сделали, где дикие животные пытаются стать городскими жителями. Давайте вместе посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Ну, очень они милые. Прямо хочется некоторых даже погладить, но я знаю, что нельзя. Как правильно вести себя с дикими животными? Ни в коем случае. Вот я чуть-чуть не закончил, что надо понимать философию, что мы, на самом деле, вторгаемся в их среду обитания. Строим новые дома, микрорайоны и даже города. Кудрово, север города расширяется активно и юг. То есть мы входим в их среду обитания, и наши встречи будут неизбежны. Что делать? Во-первых, ни в коем случае нельзя приближаться. Ни в коем случае нельзя кормить. Потому что, например, лисят, вот показалось, здесь как раз видео было с лисенком. Они очень доверчивые, и лисицы быстро привыкают к человеку. Они вас могут даже с рук есть. Вот ни в коем случае этого не надо делать. По двум причинам. Во-первых, животное может вас укусить. Вот прям вот по каким-то для нее причинам. Случайно. Испугаться и укусить. А вторая причина. Вы можете приручить животное не ловить мышей, а к такой пище из рук людей. И они будут от этого страдать. Почему? Они не потеряют способность охотиться самостоятельно. А если вы переедете, то, собственно, они останутся без еды. Конечно. Вот этот важный момент. Не кормим, не приближаемся. Если вдруг вы заметили крупное животное, например, такое, как лось, кабана в черте Санкт-Петербурга. Издалека, не приближаясь, делаем фото, а лучше на видео снимаем, и сообщаем. У нас в городе есть специальная, мобильная называется, мобильная экологическая служба города Санкт-Петербурга. Вообще потрясающая служба, которая работает круглосуточно. Эта служба входит в структуру комитета по природопользованию нашего города и служба, которая создана по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова, за что ему отдельное большое спасибо. Круглосуточная служба, вы туда обращайтесь, лучше фото или видео прикрепляйте, говорите, где увидели животное. Специалисты оценивают степень опасности, выезжают на место и принимают квалифицированное, профессиональное решение, что с этим делать. Потому что зачастую лось зашел и ушел потом, но может быть он может уйти глубоко в город, ему самому не выйти, уже тогда разные действия применяют, в том числе... Тоже заблудился? Да, усыпляют и вывозят животное, потому что это опасно, особенно когда, например, лось попадает в город, животное находится в состоянии стресса, он не хищник, он не будет специально на вас набрасываться, но в состоянии стресса, особенно если вы с телефончиком к нему начинаете приближаться, он может просто вас испугаться и начать защищать свою жизнь. То есть, напомню, удар копыта, лось, он бьет всегда копытом передних своих ножек, может убить человека одним ударом в грудь, в грудную клетку обычно делает удар, поэтому не надо приближаться к кабану, то же самое, ударом пятачка своего, такого красивого, да, он может человека так откинуть метров на 5-10, вообще очень мощный у него жилистый пятачок, поэтому к кабанам не подходим, лисица может укусить, ежик тоже может уколоть вас. Конечно, более того, Анастасия, ежи, они же постоянно свои иголочки облизывают, если, а ежи, кстати, могут быть переносчиками даже такого заболевания, как бешенство, и через слюну, которая осталась на иголке, через укол потом вам, да, он может передать это смертельное заболевание. Но сразу хочу чуть-чуть подуспокоить жителей нашего города. Службой специальной ветеринарии у нас раскладываются вакцины против бешенства два раза в год, это делается и в Ленинградской области, правительством Ленинградской области, и правительством Санкт-Петербурга. Специальные вакцины от бешенства, такие брикетики, ну, скажем так, с сухим кормом и внутри вакцина. То есть они угощаются? Угощаются, рады угощению от человека, но поедая эту приманочку специальную, они получают прививку от бешенства. Но в любом случае, зная даже это, это я так, успокоил, не надо приближаться к диким животным, ни в коем случае. Вы нам уже ответили на вопрос, что делать, если встретил дикое животное, куда обращаться, но мы задали этот вопрос и петербуржцам. Что делать, если они вдруг случайно встретят какое-то дикое животное? Давайте посмотрим и обсудим ответы. Ну, позвонила бы в МЧС или в полицию, ну, в любую какую-нибудь службу. Я бы убежал, честно, я бы испугался и убежал от него. Вариантов здесь нет. Приручить, потому что любое дикое животное может стать домашним, главное найти общий язык и контакт. Если бы я увидел лису или кабана, я бы позвонил спасателем, если она не угрожает мне и кому-то другому в жизни. Ну, если бы не трогать его. Мы все дикие животные. Не трогайте его просто и все. В МЧС, наверное, позвонила бы. В первую очередь. Или в 112. Бежать. Быстро бежать. Вообще много героев ответили про доблестных спасателей наших, про МЧС. Они, видимо, не знали про службу, про которую вы показали. Анастасия, смотрите, вот МЧСники, да, так назовем, они знают, что есть такая мобильная экологическая служба, и они, скорее всего, переадресуют. Конечно, идеально, я считаю, что вот к номеру 112 привязать вот эту мобильную экологическую службу, потому что все знают номер 112. А у этой службы экологической, у нее семизначный номер, конечно, сложно его запомнить. Но его можно найти в интернете. Да, его можно в интернете найти, даже в МЧС вы позвонили, они вас переадресуют. По поводу ответов, можно прокомментирую? Конечно. Вот большинство петербуржцев правильно ответили, одни немножко не точно. Вот те люди, которые сказали бежать, вот ни в коем случае бежать не надо. Особенно при встрече, ну, в городе, в Петербурге, маленькая очень вероятность встретить медведя, а в области достаточно высокая. И петербуржцы за грибами, за ягодами, понятно, сейчас отправляются в леса области. Поэтому, если бы увидели, особенно медведя, бежать не надо. Просто уходим спокойно. И правильно вот тут сказал герой, что лучше вот сфотографировать издалека и сразу уходим. Вот молодая петербурженка сказала, что приручить, вот приручать ни в коем случае нельзя. Ну, женщины любят этим заниматься. Ну, они любят, да, это вот такие мимичные как бы животные, особенно детеныши. Но я сразу хочу предупредить, что у нас уже несколько лет действует в стране федеральный закон о запрете содержания диких животных в домашних условиях. Содержать ни в коем случае, даже по закону, нельзя. Поэтому из природы мы, как говорят профессионалы, не изымаем ни птиц, ни зверей. Ну, вот речь зашла о домашних питомцах, и тогда у меня вопрос. Опасны ли дикие звери для наших собак, кошек, кого-то, кого мы выгуливаем? Опасны. Особенно опасны лисицы для кошек. Я прямо скажу физически, да, что лисицы питаются кошками. Могут съесть? Прямо, прямо вот запросто. Причем вот, к сожалению, те, ну, я хочу сказать, не очень порядочные горожане, которые осенью, есть такие люди, которые берут кошечку весной, на даче с ней поигрались, она помогла там от грызунов избавиться, и осенью оставляют ее на пропитание, на выживаемость прямо в садоводствах или там, ну да, в садоводствах, как правило. Так вот, я хочу сказать, я наблюдал это многократно, и по следам, и визуально лисицы уже знают эту особенность, и где-то с октября они начинают заходить в садоводство и выедать, в прямом смысле слова, кошек. К сожалению, это так. Я это к чему говорю? Если вы, если к вам, точнее, вот на садовый участок начинают приходить лисицы, многие начинают их подкармливать. Ни в коем случае, да, пожалуйста, не делайте. Это вообще мир, жизнь лисицы должна быть в дикой природе. Вот там грызуны и все прочие, кем они питаются. Вы приручили лисичку к себе? Она у вас потом, либо вашу кошку съест, либо, если у вас нет, соседскую кошку. Потом, у меня много тоже примеров, вот у нас была кошечка, и она куда-то исчезла. Я говорю, а лисица была? Да, мы ее кормили, такая красивая, рыженькая. Ну и все, в общем-то, она ее и утилизировала, к сожалению, как это не грубо звучит. Поэтому животных мы ни в коем случае не приручаем. Мы вредим и себе, и своим питомцам, как мы выяснили, и, соответственно, им самим. Ну и, Павел, у меня тогда в завершении нашего разговора такой вопрос. Что нужно сделать, чтобы дикие животные жили в лесу, а люди жили в городе? Чтобы не было таких неприятных пересечений. Вот прежде всего не прикармливаем. Потому что вот тех же лисиц начинаем кормить. Они понимают, что кормовая база хорошая. Они начинают размножаться в городской черте. И даже начинают уже потом и лесят приручать. Поэтому на контакт не идем. Но, конечно, мы их не можем физически, скажем так, запретить жить в черте Петербурга. Тем более вот у нас Левашовский заказник. Огромная теперь территория. Огромное спасибо, большое спасибо, что вот у нас теперь есть еще и Левашовский заказник, 17-й. Большая территория, в общем-то, такого достаточно дикого участка Петербурга. И там, естественно, и лоси, и кабаны, и медведи могут иногда потенциально зайти, но редко это бывает. И рыси живут. Поэтому тут вот мы не можем себя и оградить от зверей, и как-то вот минимизировать их. Главное, не идти на контакт. То есть любуемся издалека и держим на расстоянии. Совершенно правильно. Спасибо большое, Павел. Спасибо за эту беседу. Она была очень полезна. А я напомню, мы разговаривали с Павлом Глазковым, биологом-телеведущим. Это были главные темы, о которых мы хотели поговорить сегодня. Если у вас остались вопросы или мы рассказали не все, пишите нам, и мы обязательно вернемся с ответом. Я Анастасия Петрук. Объясняем СПБ.